В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Время выбрало нас. Саровчане готовятся защитить социальные проекты на городском форуме. Хиты мировой джазовой музыки. Оркестр Гленны Миллера на сцене Саровского драматического театра. Бег, прыжки в длину и эстафета. В нашем городе прошел турнир на призы Татьяны Фировой. Благоустройство города, благотворительная организация специальных событий и еще десятки различных проектов. В рамках молодежного форума время выбрало нас. С 9 по 11 ноября на базе Оздоровительно-образовательного центра «Березка» пройдет финальный этап открытого муниципального конкурса «Мой город. Моя инициатива». Накануне молодые люди представили свои проекты экспертам, которые дали предварительные заключения и рекомендации. Школьники, студенты, педагоги и воспитатели, которые несколько месяцев разрабатывали проекты для участия в муниципальном конкурсе «Мой город. Моя инициатива», вышли на финишную прямую. Осталось привести документацию в порядок, чтобы на форуме в «Березке» достойно представить свой проект. По причине того, что сейчас в каждом кусочке им помогает определенный эксперт, у них будет полностью вычищенный проект, который в дальнейшем они сдадут на экспертную оценку на самом форуме. Шесть специалистов из администрации города и молодежных организаций подробно рассказывали участникам, что и как нужно поправить, где дополнить. Эксперты тщательно оценивали оформление, планирование и многие другие нюансы, которые могут повлиять на реализацию проекта в жизни. Не менее важный бюджет, но то, что, как правило, всегда забывают прописать в идеях, потому что ребята молодые, они пока еще не понимают, что где стоит и как это необходимо предстотворять. Молодые люди подготовили проекты различной социальной направленности, провели соцопросы и выявили потребность горожан в развитии именно этих направлений. Дмитрий Сегин со своей командой считает, что больше внимания надо уделять военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. «Наш проект называется «Путь в победе». Цель нашего проекта – это объединение военно-исторических спортивных клубов нашего города». Разрабатывая проект, команда Центра внешкольной работы не подозревала, что на пути реализации социальной инициативы может стать малейшая ошибка в оформлении проекта. И такая предстартовая встреча с экспертами оказалась очень нужной для молодых людей. Конечно, это мероприятие полезно. Оно помогает нам выявить некоторые недочеты, может, какие-то ошибки в проекте. И специалисты нам подскажут, что может изменить, подредактировать. Изучив проекты, специалисты Департамента по делам молодежи и спорта пригласят на форум «Время выбрал нас» именно тех экспертов, которые могут помочь младым людям в реализации социально значимых инициатив. Самый успешный джазовый коллектив мира – оркестр Глена Миллера – выступил на сцене Саровского драматического театра. Новые концерты в России посвящены юбилею коллектива. Музыканты подготовили для любителей джаза специальную программу, в которой поклонников творчества Глена Миллера ждало немало сюрпризов. На выступлении джазового оркестра побывала наша съемочная группа. Такого в Сарове еще не было. Буквально через несколько минут на сцену Саровского драматического театра выйдут музыканты джазового коллектива с мировым именем. Оркестр Глена Миллера был основан в 1937 году. Прошло более 80 лет, но выступление коллектива до сих пор собирает полный зал и во всех уголках планеты. Программу концертов в России назвали в честь песни, написанной основателем коллектива Гленом Миллером в 42-м году 20-го столетия. Репетиции, выступления в прямом эфире, вечерние концерты и гастроли. С первых лет своего существования оркестр Глена Миллера завоевал популярность среди любителей джазовой музыки. При этом музыканты записали и выпустили более 200 новых композиций, многие из которых стали классикой джаза. Программа, которую мы сегодня представим слушателям, называется «Jewbook Saturday Night». Мы сыграем все известные композиции, исполненные в свое время Гленом Миллером. Мы также исполним несколько произведений, написанных очень известными композиторами. Это Джордж Гершвин, Коул Портер, Ирвин Берлин, создавших прекрасные музыкальные произведения, также исполненные Гленом Миллером. Кроме этого, прозвучат известные хиты Фрэнка Синатри и Элли Фиджеральд. В 80-х годах наставником европейского оркестра стал пианист Вилл Салден. Ему удалось воссоздать оригинальные композиции маэстро Гленна Миллера. Сегодня коллектив успешно гастролирует по странам Европы и исполняет произведения Армстронга, Миллера, Пресли и других гениев джазовой музыки. За столько лет своего существования оркестр Гленна Миллера не утратил популярности и по сей день считается самым востребованным джазовым коллективом. Благодаря разнообразию жанров во время концерта зритель услышал как веселые и зажигательные мелодии, так и оригинальные лирические композиции. Мостик в районе улицы Садовой демонтируют, сообщает Департамент городского хозяйства. Главная причина проведения работ по замене затвора на гидротехническом сооружении гидроузел городской на реке Сатис. Пешеходное движение через гидротехническое сооружение будет перекрыто с 7 по 21 ноября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В эту пятницу 9 ноября в детском лагере «Березка» откроется молодежный форум «Время выбрало нас». Это дискуссионная и информационно-образовательная площадка, где можно получить новые знания, обменяться опытом и найти единомышленников. Участники форума получат возможность встретиться и пообщаться с представителями органов местного самоуправления, бизнеса и молодежных организаций. Главным событием уикенда в «Березке» станет подведение итогов конкурса «Мой город. Моя инициатива». Авторы лучших идей и предложений получат гранты, на которые смогут воплотить свои идеи в жизнь. Юные пловцы из Сарова привезли награды областного первенства. Соревнования прошли в столице региона. Воспитанница спортивной школы «Икар» Екатерина Перминова стала бронзовым призером на дистанции 200 метров брасом. А Екатерина Бойченко по итогам своих выступлений заслужила право представлять Нижегородскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут цикты в «Каре» в начале декабря. В спортивном комплексе «Юниор» прошла матчевая встреча по легкой атлетике. Юные спортсмены из Сарова, Павлова, Первомайска и Дзержинска вышли на старт традиционного турнира на призы заслуженного мастера спорта России Татьяны Фировой. По итогам двух дней соревнований определились победители в каждой возрастной группе. Спортсмены преодолели дистанции 200, 600 и 1000 метров. Подробности далее. Матчевые встречи на призы заслуженного мастера спорта по легкой атлетике Татьяны Фировой проходят в нашем городе уже в 25-й юбилейный раз. Ежегодно на этих соревнованиях определяют лучших юных спортсменов Нижегородской области. Возраст участников традиционно 12 лет и младше. Поскольку у нас легкая атлетика – такой немолодой вид спорта, дети начинают стартовать на областных соревнованиях только с 13 лет. Поэтому где ребенку до 13 лет стартовать, вот и являются этими такими стартовыми соревнованиями вот наши матчевые встречи. И потом наши матчевые встречи в Нижегородской области открывается зимний сезон. Воспитанница спортивной школы Икара Евгения Иришева занимается легкой атлетикой уже 5 лет. Как и многие юные спортсмены, Женя начинала с этой матчевой встречи. Сейчас она участница первенства России и Привожского федерального округа. 25-й турнир на призы Татьяны Фировой стал для нее особенным. Здесь ей вручили значок кандидату в мастера спорта. Мне нравится легкая атлетика. Ну, не знаю. Просто нравится здесь заниматься и бросить я ее уже не могу. Олеся Михеева приехала на соревнования из Первомайска. Девочка занимается легкой атлетикой всего год. Она успешно преодолела дистанции. Хотя сделать это было не так-то просто. Я пробежала 200 метров. И когда я пробежала, мне стало более легко. Помогла мне это моя поддержка тренера и всей моей семьи. То, что они у меня в сердечке. Милана Левина – самая младшая участница соревнований. Ей всего 5 лет. Девочка не побоялась взрослых соперниц и сама решила, что хочет участвовать в турнире. Я пришла с родителями в соревнования. И они меня поддерживали. Юным легкоатлетам предстояло преодолеть дистанции на 200 и 1000 метров. На дистанции 600 метров среди девочек 2008 года рождения Татьяна Фирова утвердила еще и свой главный приз. Мария Ируинч, Максим Нифонтов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Рыбаки Сарова закрыли летний сезон. Этому событию посвятили фестиваль «Осенний спиннинг-2018». 13 любителей спортивной рыбалки собрались на плотине, чтобы выяснить, кто на этот раз достоин титула победителя городских соревнований. На последних в этом сезоне состязаниях по рыбной ловле побывала наша съемочная группа. Участники городских соревнований в честь закрытия летнего сезона в один голос утверждают, что рыбалка – это не просто хобби, а образ жизни. Многие из них впервые взяли в руки удочку еще в далеком детстве. Рыбалка всегда помогала расслабиться и отвлечься от бытовых забот. А поднабравшись опыта и почувствовав уверенность в своих силах, можно и посоревноваться с другими рыбаками. Поделиться опытом, познакомиться – тоже неплохо. Это тоже для души. Интересно подобрать ключ к рыбе, неизведанное что-то изведать. Может быть какая-то магия, поэтому даже у рыбаков есть поговорка – могло быть и хуже, могли бы совсем на рыбалку не попасть. Это вот когда зимой или в дождь, все равно же заставляет, что-то тянет, несмотря ни на что. Уже не первый год в городе официально зарегистрирована Федерация рыболовного спорта. Сегодня в ее состав входит порядка 20 человек. Однако любителей рыбалки в Сарове значительно больше. Просто далеко не все готовы показать свои умения на городских соревнованиях. Очень многие боятся выходить. Хотя, в принципе, по большому счету ничего сверхъестественного нет. И по большому счету это ничем не отличается от обычной рыбалки, только добавляется соревновательный момент. И принцип, естественно, поймал – отпусти. Ну а те, кто все-таки захотели посоревноваться, достичь новых результатов или укрепить прежние, вооружились спиннингами и отправились на городскую плотину. К слову, за прошедший сезон некоторые члены Федерации рыболовного спорта повысили свой спортивный разряд и получили судейские категории. Все равно больше сопутствует удача на спине. Потому что, ну, все пришли, пытаются. Ну, кто-то хочет поймать маленькую рыбку, кто-то крупную. Вот, допустим, у меня снасть рассчитана на более крупную. Ну, попадется – попадется. И тут уже выбирает каждый свою стратегию. И лучший вариант каждый выбирает и ловит. Так что, кому как повезет. Максиму Ведищеву в очередной раз удалось показать лучший результат на соревнованиях. Спортсмен подобрал ключ к рыбе и в буквальном смысле поймал удачу за хвост. И как результат – щука длиной 44 сантиметра и заслуженное первое место. Известно, что на всех соревнованиях рыбу поймать сложнее, чем на обычной рыбалке. Потому что людей много, трессинг большой на рыбу. Но, тем не менее, два человека у нас подобрали ключик сегодня к рыбе. После фестиваля по ловле на спиннинг у любителей спортивной рыбалки наступит небольшой перерыв. Зимний сезон откроют тогда, когда на водоемах появится устойчивый лед. Планируют, что следующие городские соревнования пройдут в конце декабря. Лучшее средство профилактики простуд и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство, как лекарство, используют уже много веков. И при этом мед еще и очень вкусный. Тем более, когда есть из чего выбрать. В Центре культуры и досуга в НИФ начинает работу выставка «Медовые ферии», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры и досуга в НИФ. С 9 по 11 ноября там проходит ярмарка «Медовая ферия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на медовой ферии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на медовой ферии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке медовой ферии вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка медовой ферии работает в Центре культуры и досуга в Нев. С 9 по 11 ноября с 10 утра до 7 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин